Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о еще одной женской манипуляции нам интересно будет не сама манипуляция та информация которую из нее можно почерпнуть ну наверное многие слышали либо загс либо разбегаемся отношения затянулись скажем так все какое-то время вам дали на раздумья потом либо в загс либо нафиг разбегаемся вот эта манипуляция реже бывает либо ребенок либо разбегаемся все без ребенка семья не семья вот но намного чаще все-таки загс сейчас объясню что это значит какую информацию отсюда можно почерпнуть но сначала друзья маленькое объявление хочу порекомендовать канал нашего бронебойного комрада алекс story канал александра это действительно бронебойный комрад который был в автопробеге который тестил пенировку короче говоря ссылка будет в описании это мдшная тематика сейчас я надеюсь что канал устаканился ссылка в описании подписывайтесь обязательно поддержать нужно потому что канал я думаю что несмотря на маленькую ныне подписку с большим будущим главное чтобы вот как он устаканился так и шел уверенно вот ну и разумеется поддержите подпиской там много интересного материала будет ссылка в описании ну а мы с вами возвращаемся вот к этой манипуляции либо загс там либо разбегаемся в чем суть какую информацию как я сказал можно почерпнуть дело в том что очень часто в других манипуляциях женщины преподносит загс как нечто ну выше чем было наши отношения не развиваются развитие это как раз загс то есть вроде как бы загс это что-то выше чем у вас есть вы смотрите отношения хорошие все нормально есть там понимание ну на самом деле это дымка скорее всего если после этого идет манипуляция загсом это дымка но вам-то кажется что все хорошо и тут вам говорят так можно чтобы еще лучше было в загс пойти ну короче говоря вам пытаются в голову вбить что загс это как раз такой очень большой этап развития отношений когда все не просто хорошо все отлично и здесь вдруг такая манипуляция либо загс либо разбегаемся то есть манипуляция как раз возникает на кризисном этапе отношений что слушай ну ты уже не особо нужен да на загс соглашаешься тогда нужен а так в принципе в тебе уже интерес маленький все вам устали крутить дымку и получается смотрите с одной стороны то что подается как апогеи отношений загс там узаконить отношения здесь подается как помойное ведро ну как это хрен там с паршивой овцы в принципе ты уже не интересен вот либо загс либо иди нафиг next то есть это же требование загса возникает на низу на низах отношений наоборот на максимальном провале и казалось бы что же это тогда такое это то что нужно достигать или же это то до чего можно упасть и вот здесь то как раз друзья открывается истинное отношение женщин требующих пойти в загс собственно к загсу вот здесь истинное отношение не там никогда вам помойку пытаются подать под видом черной икры вот здесь истинное отношение что в общем-то ты не интересен вот истинное положение вещей она здесь проскальзывает ты не интересен либо загс либо я иду искать его с другим этот загс все мне нужен загс а ты другой просто с кем быстрее я чувствую что с тобой скажем так это будет дольше чем другого найти это знаете как бывает костер вот разжигаешь так сложил плохо конструкцию из сырых дров не горят не горят в какой-то момент проще просто пнуть и сложить заново потому что явно не так сложил проще новую конструкцию сделать вот здесь тоже самое по сути вам действительно перестают крутить дымку вам показывают что нужно от отношений нужен загс с тобой он не идет поэтому ты не нужен все с тобой как-то он забуксовал ты как не был нужен так и не нужен а за уже сказал реже это бывает ребенок опять же цель этого ребенка такая же вы понимаете что нужен ребенок они вы с ребенком и поэтому когда говорят что семья не семья без ребенка имеется в виду что ребенок то нужен но от кого он будет и с кем эта семья роли не играет понимаете если вы к примеру говорить что нет дети не нужны и загс не нужен но вы нужны были то есть нужен был загс ребенок вы вот это была семья в понимания женщины, то когда вы говорите, что все это не нужно, ну, как бы женщина расстраивается, к примеру. Она говорит, что нет, ну как, без ребенка, трали-вали. Но вас-то она не будет отшвыривать. Это то же самое, что не знаю, человек, у него тысяча рублей в кармане было, а 500 он потерял. Он что, 500-ку выкинет из-за этого? Нет, он расстроится потерянным 500. Но 500 в кармане он, наоборот, еще больше беречь будет. Скажет, блин, вторую бы 500-ку не потерять. То же самое и здесь. Если бы нужна была семья с вами, и вы не согласны на часть этой семьи, ну, все это расстроит, но вас-то от этого выкидывать не будут. А так как вас выкидывают, значит, вы не нужны. Значит, нужна была та часть семьи. И потеря в данном случае составляет 100%. Вы не часть семьи. Вы всего лишь средство для осуществления этого плана какого-то. Поэтому, что советовал бы даже в рамках этой манипуляции? Попробуйте, друзья, допустим, особенно если у вас сейчас какие-то средние этапы отношений. Не самые прямо только встретились. Но и там уже не длительное время, когда все понятно. Такой средний месяц-два вы поотнашались. Вот просто возьмите и врубите, что ЗАГСа и ребенка не будет. Если рассчитываешь меня перевоспитать, очень глупо себя ведешь. Потеряешь время. Вот. Просто по чесноку. Ты же считаешь правильным, ну, там, сразу на земле решать все вопросы перед отплытием. Это же честно. Вот. Но она скажет, допустим, да. Ну, хорошо, ЗАГСа и ребенка не будет. Друзья, многие из вас увидят такую перемену, такую метаморфозу, что вопрос сливать-не сливать отношений не возникнет. Вы просто поймете, что этих отношений нету. Короче говоря, действительно, практически, вот, наверное, 80% комрадов, которые не дошли до ЗАГСа, слава богу, они получили рано или поздно эту манипуляцию. Либо ЗАГС, либо разбегаемся. И тем самым получили истинные данные о своей надобности. Попробуйте в ваших отношениях. Действительно, ну, слетят розовые очки. Может быть, они даже разобьются стеклами внутрь. Короче говоря, советую попробовать. Умейте слушать женщин, друзья, и много почерпнете. Где-то они шифруются, где-то они обманывают, некоторые женщины, но где-то они выдают просто информацию на блюдечке с голубой каемочкой. Просто нужно уметь ее брать. Ну вот, такие соображения. И да, друзья, еще раз, обязательно подписывайтесь на канал Алекс Стори. Это реально наш бронебойничий комрад. И ссылка будет внизу. Я думаю, что канал пойдет в ближайшее время. И вот именно такой канал пополнит моносферу. Я говорил, что сейчас найти, как бы, я не могу особо много привести каналов мужского движения. Мужское движение очень сильно подгнило. Все это подгнившее, оно, ну, как бы, я не знаю, оно существует, как называется, мужским движением. Но это фигня, а не мужское движение. Просто называют себя. И вот один из каналов, да, он немногочисленный, но зато 100% он относится к мужскому движению. Вот это и есть моносфера. Обязательно подписывайтесь. Ссылка будет внизу. 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 Продолжение следует...